Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. У нас сегодня хороший денёк, солнечный, чуток ветрено, но всё же мокро, правда, но покопать хочется. А когда хочется, это хуже, чем болит, так что попробуем. Если, конечно, будет очень налипать, то поедем домой, но земли покопаем, это точно. Места какие? Да кто его знает? Пойдём побитых, не битых, на удачу, потому что давно не копал, хочется. Воды у нас, смотрите, вон сколько сзади, прям моря. Много говорить не буду, потому что хочу копать. День короткий, ещё и работы много, так что пойдёмте копать. Может быть, дед нам подбросит монитосину, а может быть, две. Ну, хотя бы советиков надёргаем, так что пойдёмте. О, смотрите, какое озеро. Когда высохнет летом, пойдём, походим. А вдруг там на дне Титаник или два. Попробуем закрыть ветер, вот. Первый интригующий сигнал, даже если мусор, покажу. Возле дороги, наверное, консервная банка. Ну, интересно, первый сигнал. Оп. Земля, конечно. Так, и где наш нежданчик? Где-то здесь. Не поменялся. Ну, жбонь или монитосина? Здесь нет. Здесь нет. И где ты? О! Ха-ха! Монитосина! Тараран! Тан-тан! Вот так вот со старта. Класс! Первый сигнал и монетка. Что же это у нас? Минутку. Это, друзья, деньга. Чья, не знаю. Моя. Хе-хе! Наша уже. Класс! Хе-хе-хе! Завираем карман. Покружим, конечно же, почищу и покажу. Хотя, походу, сохранчик есть. О! Первое монитосина! Круто! Копаем! После чистки у нас получилась деньга 1737 года. Это монета Анны Иоанновны. Материал медь. Вес 8,19 грамма. Гурт сетчатый. Диаметр 23-28 миллиметров. Как по мне, монетка в достаточно неплохом состоянии. Увы, тираж не нашел. Если кто-то знает, подскажите. В нашем состоянии можно попросить где-то 1 доллар, чтобы было всем понятно. Да, цены, я буду говорить, реальные проходы, а не те, что в каталоге. Потому что той цены вам никто никогда не даст. Где-то 40 минут блужданий. И вот первый сигнал, который можно показать. Так обнадежила деньга. Думал, вот оно! Хабарное место! А оно, как всегда, облом. Очень неудобно так копать. И что здесь у нас? Какой-то шмурдяк. О, где-то здесь. Опа-на, кругляшок. Ну, если так бил, значит... А, она с дыркой чего-то. Какой-то затертый медальон. Вон, не туда снимаю. Секундочку. Во как, неожиданно. Это пуга, друзья. Большая пуга. Вот здесь ушко было сломано. А здесь какая-то губерния. Дома помою. Если чего-то выйдет, покажу. А потом кто-то ее на шее носил. У-у-у, супостат, ворожина. Но все равно, старина, в карман. И погружим. Почистил я этот кругляшок. И видно, здесь есть крест. Поискал и нашел. Это пуга чиновника Екатеринославской губернии. Ранее. Это у нас начало 1800-х годов. У нас диаметр 25 миллиметров. В хорошем состоянии, когда эта пуга стоит денег. И выглядит где-то вот так. А в нашем состоянии это история. Но все равно приятно. Вот там вот выкопал пробку. Устал, конечно, уже по такому ходить. Но радости полные штаны. Вот с этой ямки сигнал бука. Копнул. И вот какая-то штука. Да, конечно же, может быть то, что нах не радость. А не ожиданность. Но не важно. О, походу гильза. Так какая-то толстая. Так. Так только грязь разводить. Just a moment. Журавли летят. Не знаю, слышно вам или нет. У-у-у, весна. Нет, друзья, это не гильза. Это какая-то штука с насечками. То есть, наверное, ее крутили или куда-то запихали. Но такая увесистая. Бронза. Точно старина. Забираем. Ой. Коленка. Вот так вот звучит счастье. На терке так бьет алюминий и медь. Царская или советская. Ну, только что выкопал. Сигнал был очень похож. И была шайба с дыркой. Ну, тот чуток хрюкал. Здесь, походу, почище. Ну, где ты? Рубль, Николай. Смотрите. Не поменялся. Люблю такие моменты. Ха-ха. Все так сжимается, как первый раз. Не туда снимаю, извините. Ну, и где ты? Опа-на. Ха-ха-ха. Смотрите, какая большая. Монета. Я думаю, это двушка Елизаветы. А? Почему Елизаветы? Потому что у нас Екатерины очень редко. Но монета эпичная. Ха-ха-ха. Ай, как я люблю орать. Но не буду. Попробую не орать, а не поору. Сейчас выключу и поору. Ох, я орал. Ха-ха-ха. Так, это у нас две копейки Елизаветы Петровны. 59-й. Кажется, здесь Георий. И, конечно же, по монетке попало. Но все же почищу и покажу. Тара-той-той. Ха-ха. Классно. Ой, давно я не копал. Как это приятно. Кто не копает, тот не поймет. Ай, желаю всем вот таких вот монетозин с полведерка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тун-ту-ту-ту-ту-ру. Йоу-йоу. Ищем. Две копейки 1759 года. Это монетка Елизаветы Петровны. Номинал под Святым Георгием. Гурт сетчатый. Материал монет имеет вес 20,48 грамма. Почти полпятака. Диаметр 31-34 миллиметра. Увы, тираж не нашел. Но в нашем состоянии лучше продавать кучкой. Хотя, как находка, очень интересно. Диги-джи-джи-оп-оп. Диги-джи-джи-джи-оп. Смотрите. Показал бы больше природы, но ветер. Во, я уже его нашел. Думал, проволока. А нет, смотрите. Гурт. Походу, копеечка. Советик. Оп. Стоять. Я ничего не вижу через камеру. Секундочку. Она самая, смотрите, какая кроха. Одна копейка 46-го года. Послевоенная. Но состояние прям ням-ням-ням, малышка. Меня плющит. О, первый советик. Какой красивый. Походим мы еще здесь. Да, я вам говорил, да? Это я так сезон открываю. О, Андрюке позвоню, а он на работе. Где-то делает стрик-козу. А я монитосины дергаю. Эх. Одна копейка ранних советов 1946-го года. Материал монеты алюминиевая бронза. Масса всего лишь 1 грамм. Диаметр 15 миллиметров. Толщина 0,9 миллиметра. Чеканилась монета на Лединградском монетном дворе. Гурт Рифленый. В нашем неплохом состоянии, увы, у нас цены не имеет. Лучше продавать кучкой. Ну или цена минимальная. Почта будет дороже. О, сигнал был никакой. Он и сейчас никакой. Ну решил показать, потому что с Катей одним они тосины. Мусора много. Покажу у конца. О, не здесь. О, где-то в руке. Так, смотрим. Оп. Здесь. Не. Походу в камке. Опа. Ха-ха, не, смотрите. Тоже, наверное, советик. Чего-то маленькое. Через камеру. Твою. Ха-ха-ха. Там пять копеек. Ха-ха-ха. Сейчас я выключу и поору. Ха-ха-ха. Вот это я дал. Вот это я мужик с большими этими, как его, лимфов узлами. Это пять копеек. Тысяча восемьсот. Какого года не вижу. Тереть не буду. Помою и вам покажу. Смотрите. Но она живая. Она живая. Ха-ха. Какой-то орел видно. Ха-ха-ха. Я думал, в этом году не буду уже орать на камеру. Но это не тот день. Ха-ха-ха. Вот я больной. Ай, тот, кто поймёт. Бу, заговариваюсь. Тот, кто копает, поймёт. А нет. Думайте, что я больной жирный кабан. Ха-ха-ха. Та-да-та. Та-ра-рари-рари-рак. Та-ра-та. Ха-ха. Ай-я-яй. Всё, я позвоню брату. Находка мечта. 5 копеек 1855 года. СТБ НИ. Это у нас монета Александра Второго. Гурт здесь. Пунктир. Материал монеты. Это серебро 868 пробы. Это не какой-то вамбилон. Вес 1,04 грамма. Диаметр 15,1 миллиметра. А тираж всего лишь 680 тысяч и 3 штуки. Можно сказать, мы с вами нашли раритет. Вот если бы это был не кулон, то можно смело просить 20 долларов плюс. А так, кто его знает. Но для меня находка... Ра-та-та-та-та-та-та-та. Здесь уже керамика не такая. Но я думаю, что это мусор. Почему? Потому что с другой стороны бьёт как кака. А с этой так стал, чтобы моё огромное пузо и лимфоузлы закрывали чуток ветер. С этого красивый. Но думаю, кака. Монета почти всегда выкапывается... А, да, железяка. Первого-второго раза. Сейчас выкопаю и покажу. Вот, чтобы не сказали, что одни монеты. Какая-то пластина лежала глубоко. Но вот такой вот металл бьёт очень часто, как монета. На любых приборах. Так что вам кто бы ничего не говорил, заговариваясь, фух, халапа. Вот, потому так и бьёт. Какой бы вы прибор не купили. Да что такое? Тупею, наверное. Копаем дальше. Ну что, похож? Похож. Я на 98% уверен, что этого нет. Потому что алюминия я здесь сегодня не находил. Сигнал чистый. Будем надеяться, что это монитосина. Ай, на-на-на-на. Ой, как-то поменялся. М-да. Что-то я уже не так уверен. Но смотрим. О, где-то здесь. Не видно? Здесь Люблю Такие вот Моменты. И где? Опа-на! Монетка! Монетка! Старая, толстенькая. Ой. Упустил. Может быть, полушка? Секунду, чтобы сильно не тереть. Ах-ха-ха-ха! Сбылась мечта, Мемота! Походу, это Екатерина вторая. Или деньга, или полушка. У меня есть одна такая. Но затертая до дыр. Ах-ха-ха! Вот это сегодня день. Вот это я открыл сезон. Ай-яй-яй! Сильно не тер. Не буду. Почищу и покажу, какой бы сохран не был. Ах-ха-ха! Та-ра-та-та-ра-ри-ри-ри! Ау! Хе-хе! Извините меня, дурачка! Класс! Класс! У нас это просто раритет! Это как генари римский! Ай! Желаю всем таких монетозин! Кружим! Кружим! Вот-та-та! Вот-та-та! Да! Это точно Екатерина! 1771 год. С этой стороны, увы, вот так вот. Но я почищу. Что будет, то и покажу. Почистил монетку и вот что у меня получилось. Это деньга 1771 года ЕМ. Эта монетка, понятно, Екатерины второй материал, медь, вес 5,12 грамма. Но я взвешивал, здесь вес 5,46 грамма, диаметр 21-23,5 миллиметра. Тираж 2 миллиона 910 тысяч штук. В среднем и хорошем состоянии стоит денег. А в нашем, ну не знаю, можно попросить доллар, а там как повезет. Но для меня находка просто зачетная. Ой, уже где-то час хожу, чуток сместился, хороших сигналов нет. Вот выкопал такую жбонь. Что она такое, я не знаю. Но показать можно. Вот такая вот штука. Но еще походим, хотя тяжело, она липает. Копать тяжело, лопата как будто весит тонну. Вот там я выкопал непонятную штуку. Пару шагов и вот. Я его уже нашел, чтобы сэкономить вам время. Это колечко. Тоненькая обручалочка. Но увы, жизнь ее покоцала. Была какой-то длинноногой, пышногрудой блондинки. А бы просто гали. Ну что, карманчик. Все равно находка. Бижутерия. Винтажная вещь. В этой части море проволоки. Снимал, но вырежу. И вот опять же такой сигнал. Не снимал уже. И походу кругляшок. Ну я думаю, что это рамочник 20 копеек ранних советов. Так, секундочку. Он самый 20 копеек 57-го СССР. Но состояние есть. Так что помою и покажу. Но еще домой не хочу. Хотя все болит. Ой! После зимы. Но не хочу еще. Походим. 20 копеек 1957 года. Ранние советы, как я уже сказал, называют их люди рамочник. Материал мельхиор. Масса 3,6 грамма. Диаметр 21,84 миллиметра. Толщина 1,5 миллиметра. Чеканилась на ленинградском монетном дворе. Гурт у нас здесь рифленый. У нас такая монетка не стоит ничего. Лучше продавать кучкой. Фух. Ну что, друзья. Находился, накопался, надышался. И наорался. Так что, если я где-то неадекватный, извините, устал. Если сказать устал, то ничего не сказать. Потому что после зимы пузо-то отрастил. Рожаво. Как я уже говорил, лимфоузлы прям понатирал, пока ходил. Но я доволен. У нас места не богатые. Так что для меня это просто взрыв мозга. Или того, чего там должно быть вместо него. Как я нашел это место? Место это нашел еще в прошлом году. В 17-м. Поздной осенью. Приехал, а там осколочки. Ничего не нашел тогда, потому что начался снег. Как нашел? А просто на гугле смотрел пятна. И то было четвертое пятно. Первые три были глина, а то оказался домик. Да, как я уже сказал, это у меня открытие сезона. Но уверен, что ролик выйдет попозже. Почему? Да потому что надо охоточки почистить, а это долго. Сейчас у нас середина апреля. Когда выйдет, не знаю, постараюсь побыстрее почистить, но там как пойдет. Вот там монетка, полушка или деньга, не знаю, подскажите. С одной стороны видно, что Екатерина, а с другой стороны затертая. А не, вы уже находки видели, а я-то не. Хотя я смотрел тут пятачок. Такое впечатление, что там пушка было, кулончик. Но все же, а не Тосина. Так что я надеюсь, что уже будет тепло. Мы с вами поедем куда-нибудь, пожарим шашлычок. У меня есть большая сковорода, такая как пузо в диаметре метр. Начистим ведро картошки, жарим на сале. Будет вкусно. Проходил полдня, кушать хочу. Говорю, сейчас полон рот слюны. Но все же. Потому что, ну, когда? Уже середина апреля, а еще было холодно. Вот это вот третий день, что так вот. Там огород пойдет, романтика. Так что, друзья, если вам видео понравилось, поставьте лайк. А не понравилось, пишите гадости, какой я классный, куда мне надо сходить. Но мы уже с вами копаем. Так что, если хотите ничего не пропустить, нажимайте на колокольчик под видео, и будет вам счастье. До новых встреч на канале. Пока-пока. Берегите себя. Вы у меня самые лучшие. Вот, середина апреля, еще снег. Я же говорю, три дня назад еще снега была в колено. Сейчас вот так вот. Ну, а по доходкам у нас вот так вот. Вот малая часть мусора. Часть уже выбросил в машину. Всякая кака. Дифлофос. Я забираю, айон алюминиевый. Чего, сдам потом. И вот так вот. Смотрите, вот какая-то пряжка. Вот это вот. Не снимал уже пуга. Вот капсуль, заряза. Искал долго. Две копейки поздних советов не снимал. Какая-то монетка Екатерины. Я еще не знаю. Вот вам для сравнения. Одна копейка. СССР и пять копеек. Такие вот они. По диаметру. Вот у нас щитовичок. Две копейки Екатерины. Ой, Елизаветы. И деньга. Еще не знаю. Как для меня. День удался. Поеду домой. Еще много работы. Какое дерево-то, а? Эпичное. Яблонька. О. Дупло. В Будупле. Белка. Бутылка. Пустая. Ну, конечно. О. Там окно в Европу. К Какой-то. Какой-то. Бутылка. Опять-пають. Продолжение следует...